Вот эта стигма, да, выпускник детского дома, она как клемот для этих детей и очень плохо влияет. И поэтому мы в фонде Oasis боремся за то, за инклюзивность, да, что есть разные ребята, и выпускники детских домов тоже имеют шанс на успешное будущее, чтобы их принимали как нормальные дети. Есть какая-то системная дискриминация этих детей, да, что сама образовательная система в интернатных учреждениях заведомо этих детей готовят просто на обычный там столер, строитель или повар. Все, есть 3-4 профессии, которые они им навязывают, а вдруг они хотят разные профессии. И вот на разные профессии нужно сдать экзамены, нужна какая-то предподготовка, то есть к этому их, к сожалению, не готовят. Из 60 детей мы почти помогаем 80% поступить в образовательное учреждение, неважно государственное, либо частное. И те, кто хотят, например, в частное образовательное учреждение, где нужно платить контракт, мы пропускаем через Билимбиле. Вот на данный момент мы где-то поддержали около 15 детей. Эти дети сами предоставлены сами себе и невидимки. У них нет ни в одном законе, ни статуса нет. Есть круглая сирота, статус, но вы должны знать, 95% всех сирот, это социальные сироты, у которых есть хотя бы один родитель. Но по факту они считают себя круглыми сиротами, потому что они абсолютно никакой поддержки не получают. И государство тоже не хочет признавать таких детей, потому что если они начнут признавать, это обратно премия для бюджета. Для меня те сферы работы, как техничка, официантка, вот это сейчас кажется очень легкими. Очень много работало на кухне, потому что я в школе кулинарии проходила. Не выступалось, можно сказать, годами. Но когда я выступила в аграрной, уже легче стало. Начиная со второго курса, ой, сегодняшний день за три года оплатили полную сумму. Ну, это очень большой плюс был. И из-за этого, то, что они оплатили, у меня появились возможности изучать языки, то есть свободное время. А до этого надо было все время тратить на заработки, чтобы оплатить учебу. На самом деле, эти дети, они не выбирали для такой жизни. И через Билимбелек мы хотим сказать, что знания — это инвестиции. Давайте будем инвестировать в этих детей через госпрограммы, через обычных людей, чтобы эти люди стали налогоплательщиками. Если у него есть образование, он же потом будет работать и обратно пополнять бюджет государства.